итак всем привет уважаемые зрители моего канала сегодня я вам расскажу как у меня моя текущая профессия которой я пришел за временной промежуток 33 года как возраст христа 33 года то есть об этой профессии я вам сейчас расскажу и как я к ней вообще какими путями я к ней пришел и так профессия называется фотограф то есть что такое фотограф в стародавние времена было это тот кто человек тот который снимал на фото пленку старыми фото пленочными фотоаппаратами типа зенит смена еще там были какие-то электронные такие вот были фотоаппараты разные В основном самые профессиональные фотоаппараты это были Зенит и Киев. Вот на такие фотоаппараты в основном снимали фотограф. Киев это более широкоформатный фотоаппарат. Там ширина пленки 6 см, а не 24 мм. То есть 60 мм у него высота пленки у Киева. Вот значит на Киев это вообще супер профессионалы снимали в советское время. Но это я об этом узнал не в советские времена, а позже это я узнал. Где-то лет 5-7 тому назад я узнал, что снимали в советские времена профессиональные фотографы на Киев, на 60 мм, на Зениты снимали, на импортные фотоаппараты снимали, на Лейки. Ну это уже так, какие-нибудь такие, которые для газет снимали, для журналов снимали эти фотографы. Вот они снимали импортными фотоаппаратами пленочными, чтобы качество фотографии было выше. А обычные снимали в основном на Зениты. Также еще в фотостудиях в советские времена сохранялись еще старые фотоаппараты, большие, которые снимали не на фотопленку, а на фотопластинки. Такие вот 10 на 15 или даже больше фотопластины были. Такие большие фотоаппараты, такие деревянные, с большими объективами. Вот в фотостудиях такие стояли в основном, на которые, которыми вот такими фотоаппаратами, на документы в основном фотографировали. На паспорта, на удостоверения там разные, 3 на 4 сантиметра, 3,5 на 4,5 сантиметра, вот такого размера фотографии делали. То есть снимали на большую фотопленку, а потом уменьшали этот размер фотографии. Вернее, на фотопластинку на большую снимали, вот 10 на 15, вот такая вот фотопластинка, 10 на 15 сантиметров. И потом уменьшали, то есть не фотоувеличитель был, а фотоуменьшитель. То есть уменьшали размер фотографии, чтобы она меньше становилась. То есть с 10 на 15 сантиметров становилась 3 на 4 сантиметра фотография. Вот такие огромные фотоаппараты, они с советских времен стояли в фотостудиях. Вот у нас в доме быта на Спартановке, дом быта был такой 4-этажный, квадратный такой большой дом. И там вот было такое фотоателье, и там меня снимали, там на паспорта снимали. Вот в 16 лет, когда мне было, это в каком мне году было 16 лет? В 94 году, в 1994 году мне было 16 лет. И вот меня как раз снимали вот на такую фотоплёнку, вернее фотопластинку, 10 на 15 сантиметров. А потом делали такую маленькую фотографию, 3,5 на 4,5 сантиметра. Но это была профессиональная фотография вот в этих фотосалонах. Там зарабатывали деньги ради денежного дохода, там занимались фотографы вот этой фотографией. А обычный фотолюбитель в советские времена в основном снимал на такие фотоаппараты, как Смена 8М, Зенит. Ну, Зениты были разные, там 122-е, это уже в российские времена, в 90-х годах. Зенит 122 был такой фотоаппарат пластмассовый. До этого Зениты были они из металла, а вот в российские времена при Ельцине уже стали его делать, Зенит из такой, из пластмассы стали делать, чтобы он полегче был. Ну, и он, если ты его уронишь, пластмассовый этот фотоаппарат, Зенит 122, то он разбивался, наверное, трескался. Потому что там пластмасса была не очень качественная и не очень толстая. Она от падения разбивалась, то есть одноразовый был фотоаппарат. Если его один-два раза уронишь, то он весь ломался, разбивался, его приходилось выкидывать. А старые советские фотоаппараты могли только, которые были Зениты, Зенит ТТЛ там, по-моему, был какой-то, еще, Зенит ЕД, по-моему, был. Вот они были железные, металлические, не железные там, а из какого-то сплава они были изготовлены. И вот, по-моему, даже из нержавеющего сплава они были изготовлены, чтобы нержавела эта металлическая, вот эта вот деталь, корпус металлический нержавел, он был из специального сплава изготовлен. И вот если такой старый советский Зенит уронить, он максимум мог немного вмяться, погнуться там, но разбиться он не разбивался. То есть его можно было при желании обратно выпрямить, молотком там или чем-то подправить, чтобы он опять в нормальном положении, в нормальное состояние привести его можно было. А вот современные ельцинские Зениты, типа 122, они разбиваются от падения. То есть там одноразовые фотоаппараты, не такие прочные, как советские Зениты старые. ТТЛ, ЕТ, всякие такого типа Зениты. Вот значит на Зенитах фотографировали фотолюбители в советские времена, на смену 8М. Ну на смену 8М это молодые фотографы, школьники фотографировали в основном. У них не было, у них и у их родителей не было много денег, там 100 рублей, 150 рублей, чтобы купить Зенит, дорогой фотоаппарат. Поэтому они покупали дешевую смену там за 16-18 рублей и фотографировали на смену. Вот на такую смену 8М. И я в принципе фотографировал на смену 8М. И также у меня эта смена 8М, это полнокадровая. Это 24х36 мм размер фотографии, размер плёночной вот этого негатива или позитива на плёнке. А были ещё полукадровые фотоаппараты типа АГАТ-18К или просто АГАТ-18. И вот такие вот АГАТ-2, у них был размер кадра 24х18 мм. То есть в два раза меньше был размер кадра, чем 24х36 мм. Чем полнокадровые на Зенитах и на смену 8М. Вот у меня в советские времена, ну даже не в советские, а такие, переходный момент времени. Потому что я начал фотографировать где-то в 90-м году, в 1990-м году. А фотоаппараты мне докупались до 91-го года, до 92-го. А как вы знаете, СССР развалился в 91-м году. То есть мне уже во времена развала СССР покупали вот эти вот АГАТы, Зениты. Вернее эти, смена 8М мне купили в 90-м году, ещё в советские времена. А АГАТ-18К мне купили уже в российское времена, в ельцинское время. Уже в 1991 году, когда Советский Союз уже развалился. И вот значит у меня был увеличитель, фотоувеличитель Ленинград, который я на мусорку выставил. И там его потом украли. Вот мусорка была, ну, на нашей лестничной клетке, на нашем этаже. И вот там то ли сосед его украл, этот фотоаппарат, этот, не фотоаппарат, а как он называется, фотоувеличитель. Вот фотоувеличитель украл мой сосед, спёр. И мне ничего об этом не сказал, что он его спёр. Ну и, короче, я хранил этот фотоувеличитель, и мой сосед его спёр к себе. Видимо, ему фотоувеличитель оказался зачем-то нужен. А вообще от фотоувеличителя можно взять даже объективчик такой, фотоувеличительный. И использовать его для макросъёмки. Даже вот на современных беззеркальных фотоаппаратах можно использовать вот эти фотоувеличительные объективчики для макросъёмки. Через макрокольца можно использовать, через переходники с N39 или с N42 на байонет Sony E-Mont. Это вот можно на Sony Nexi использовать, на Sony Alpha на беззеркалках. Вот сейчас я снимаю в данный момент времени, это видео я снимаю на беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha A6000. И у меня стоит объектив сейчас на 28 мм от фотоаппарата Agat 18K. Я этот фотоаппарат разобрал, разломал, вытащил объектив вот этот вот. И сделал из него такой, с байонетом Sony E-Mont, сделал такой, под беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha A6000. Сделал Агатовский, от Agat 18K сделал объективчик такой пластмассовый. Вот сейчас я на него снимаю. Сейчас вот у меня такой жёлтый объектив, там, от Agat 18K, там диафрагма, она постоянная, 2.8, то есть относительно светосильная диафрагма, она не меняется, не уменьшается, не увеличивается, то есть постоянно на 2.8 диафрагма. И можно там крутить, на резкость наводиться, крутить вот так вот рукой, на резкость наводить этот объектив от Agat 18K. И вот сейчас я на этот объектив, на этот Agat 18K снимаю вот это видео. Как вы видите, видео довольно-таки хорошее, довольно-таки резкое, да? Вот. Значит, что я вам ещё хочу сказать? Сколько у меня объективов сейчас, в данный момент времени? Сейчас у меня 24 фотообъектива для разных фотоаппаратов. Для Agat, ну, вот этот Agat 18K, это 24-й объектив, и ещё 23 объектива там разных, на Canon, на Nikon, на Sony Alpha, на Sony, на Sony, на Bayonet Sony A, вернее, A-монт, на E-монт, разные вот такие вот объективы у меня есть, 24 объектива. Ну, вот, как я вам уже сказал, фотографировал я, фотографии начал заниматься в 1990 году, а сейчас уже 2023 год. То есть прошло уже 33 года с тех пор, как я начал заниматься фотографией. То есть я заниматься начал фотографией, когда мне было 12 лет, сейчас вот мне в этом году будет 45 лет, и уже 33 года я занимаюсь фотографией. То есть эта фотография, она, я не только снимаю фотографии на фотоаппараты, я ещё видеоблогерством занимаюсь. То есть вот для разных целей я использую вот эти вот фотоаппараты. Так что вот такие дела. И эти фотоаппараты у меня довольно высокого качества. Там и Nikon есть, беззеркалка, вернее, зеркальный фотоаппарат Nikon D3200. И UltraZoom есть в Sony DSK-HX300, который 200-кратное увеличение может давать. 50-кратное увеличение – это оптическое, и 200-кратное – это с цифровым, с 4-кратным увеличением. Есть вот ещё Nikon такой, мыльница, Nikon S9500. Есть две зеркалки Sony. Sony Alpha A65, Sony Alpha A58. Беззеркалок у меня 4 штуки. То есть Sony Alpha A3000, Sony Alpha A3500, Sony Alpha A5000 и Sony Alpha A6000. Вот ещё планирую купить беззеркальный фотоаппарат Sony Alpha A6400. Или по типу что-то наподобие, как 6400. Для чего я хочу купить эту беззеркалку? Чтобы в 4К видеосъёмку производить. То есть Full HD, вот сейчас я снимаю, потом увеличу разрешение до 4К, но резкость при этом не очень сильно повышается. А если снимать изначально на 4К видеосъёмку, то резкость тогда идеальная становится. Вот ради этого я хочу купить себе Sony Alpha A6400. Беззеркалочку. Или что-то наподобие её. Что тогда выйдет вот в этом году, в следующем году. Может какие новые беззеркалки выпустят фирма Sony. Я её закажу либо в Китае, на Алиэкспресс, вот эту вот беззеркалку Sony. Либо у нас вот куплю на фотоскладе.ру. Вот в основном нормальные цены только в магазине фотосклад.ру есть. А в остальных магазинах, в Ситилинке, в ДНСе, в онлайн трейде, слишком высокие цены на беззеркальные фотоаппараты. Завышены очень сильно цены. Ну а идеально покупать беззеркальный фотоаппарат вообще на Алиэкспресс. Потому что он там стоит 49 тысяч рублей. Ну там 53 тысячи рублей стоит. А у нас вот стоит он, допустим, на фотоскладе, беззеркальный фотоаппарат наподобие Sony Alpha A6400. Вот он стоит где-то в районе 68 тысяч. Вот сравните цена. Либо 53 тысячи рублей, либо 68 тысяч рублей. То есть на 15 тысяч рублей дороже получается в России можно купить. Но это будет российская версия уже русифицированная. А с Алиэкспресс придётся русифицировать беззеркалку Sony, если покупать на Алиэкспресс. Ещё неизвестно. Говорили, что в 2023 году могут отменить лимит беспошлиной покупки на сайте Алиэкспресс. С 1000 евро могут опять снизить до 200 евро. И тогда ещё придётся платить госпошлину за вот эту почтовую пересылку из Китая с сайта Алиэкспресс. 15% придётся платить. То есть в таком случае проще будет купить на фотоскладе за 68 тысяч рублей Sony Alpha 6400 беззеркалочку. Тогда я куплю, если повысят вот эту госпошлину, то тогда я куплю, вернее, не госпошлину, а это как, ну, пошлина такая, как она называется, почтовая пошлина за почтовую пересылку через границу российскую. Вот 15% придётся доплачивать. Так что в таком случае, если пошлина повысится за почтовую пересылку, то тогда я куплю я вот эту вот беззеркалку Sony Alpha 6400 или что-то наподобие её, тогда я куплю её в России на магазине фотосклад за 68 тысяч рублей. Ну, это, конечно, дохрена денег. Мне надо и видеокарту купить за 88 тысяч, и беззеркалку за 68 тысяч рублей. То есть дохрена денег надо потратить на вот эти вот расходы в 2023 году. Так, ну, своё видео я начинал с того, как я занимался в детстве фото-любительством своим, фотографией. Фотографом стал в 90-м году. Вот со временем это переросло в электронную фотографию, вот, в цифровую фотографию. На беззеркалке Sony Alpha A6000 и A6400, которую в будущем времени я себе приобрету. Для 4К-видеосъёмки. Вот такие у меня увлечения. Фотографии, видеоблогерство, шрифтами я занимался. Одно время где-то в течение шести лет. С 2009 года по 2015 год я шесть лет занимался шрифтами. Дизайнером шрифтов был, Владом Виперовым, под псевдонимом. До сих пор у меня осталось, это, на сайте DoFund 20 шрифтов. Ну вот я вам обо всём рассказал, о чём мог, о чём пришло мне в голову вам рассказать. На этом я своё видео заканчиваю. Надеюсь, оно вам было интересным. Если хотите, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моём канале. Всем счастливо, всем good bye. Пока.